Ну что ж, ариару, мои маленькие любители, покушать. И да, это финальный эпизод Q-TECO. И да, вы все поняли правильно, это термоядерный реактор. Честно, я никогда так полностью не заблуждался, когда говорил, что это будет финальный эпизод и все дела. И когда я начинал записывать эту серию, это было все так мимолетно, легко. Я думал, вот сейчас осталась одна линейка квестов с солнечными панелями, сейчас я с ними по-быстрому закончу, все будет легко. Нет, нихуя. Я потратил 4 дня непрерывной записи, то есть я садился где-то часов в 7 утра и выходил с анимевшей жопой часов 8. И все это время я гриндил. Гриндил с целью получить финальную солнечную панель. И спойлер, я пока ее не достиг, но мне кажется, я уже близок к этому максимально. Возможно, дело в том, что я один мир запохапил, но тем не менее, количество времени в это вложено совершенно не окупается. Хорошо, давайте пробежимся постепенно по тем промежуткам, которые вы успели потерять, и я успевал не прогоментировать в предыдущей серии. Для начала у меня появилась вот такая вот площадка недалеко от моего амбара. Я ее создал с той целью, чтобы уже здесь развивать автокрафт. И это у меня успешно получается. Здесь у меня непосредственно автокрафт именно с самого крафтов. То есть у меня здесь крафтятся какие-то механизмы и прочие. Вот эти два крафтера у меня вообще чисто подсолнечной панели. Ну а вот здесь вот часть нам непосредственно крафтится все, что необходимо из механизмов. Например, у меня здесь печка. Здесь factory infused, которая делает сталь. Здесь инфьюзер, который делает бронзу. Здесь инфьюзер, который делает остальные блоки, которые могут мне пригодиться. Здесь у нас два смелтера, которые заточены на кварцевое железо и обогащенные сплавы из железа редстоуном или прочей такой фигни. То есть банальные блоки, с этим вообще проблем не было и это была самая легкая часть. Проблемы возникли уже на уровне, когда я захотел ускорять этот процесс. Проблемы возникли с энергией. И первое, что мне пришло в голову, надо увеличивать объемы. Что я сделал? Я заморочился, я сходил, сразу говорю. Я пользовался до определенного момента вот этим реактором. И думал, как его оптимизировать, до сих пор я ставил его на предыдущем уровне, но сейчас у меня выключат. Я заморочился, я сюда очень много буквально скормил этого ураниума. И это просто гигантское количество, то есть вокруг моего района, в районе тысячи блоков, не осталось совсем ураниума, то есть у меня просто истощился. Я решил сюда ставить снежные блоки для охлаждения. И правда, вместо трех миллибакетов ураниума, он меня теперь потреблял 0,1 ураниум в тик. И это позволило мне значительно сократить поставки ураниума, которые мне были необходимы. Но тем не менее, это не полностью решало проблему. Тогда я решил сделать вот такую штуку. То есть вот такой вот столбец, который у нас направлен вверх. Если я сейчас подлечу к нему, то мы сможем увидеть с вами эту очень сложную и экспериментальную конструкцию. То есть здесь у нас находится куча ветряков, я подумал, что если ветряки так много вырабатывают, то почему бы их не использовать? Но как показывает практика, тех 200 FE за тик, которые вырабатывают эти все ветряки, в помине не хватит. И я бы разорился их ставить здесь в большем количестве. И они с помощью беспроводных способов передачи передают непосредственно все сюда. Я опять-таки уперся в то, что мне банально не хватает буфера какой-то энергии. И я пришел к вот такуенному кейзину. То есть непосредственно у меня вот эта вот структура нужна для того, чтобы иметь буфер в виде энергии. У меня здесь максимально, получается, может храниться, сколько получается? 204 кило FE. Пока мне этого хватало до определенного момента. И я думаю, что не будет хватать. Здесь у меня идет с помощью беспроводной передачи запитка. Была запитка раньше от этого реактора, но сейчас она не используется. А вот здесь у нас непосредственно идет выпитка из этого ячейки. То есть у меня стоит улучшение. Я думаю, что те, кто знакомы с модом механизм, вообще проблемы с этим не возникнут. Но те, кто не знакомы и хотят в этом все узнать, я расскажу об этом чуть попозже в конце серии, когда я буду подробно останавливаться на каждом механизме. Но опять-таки, я повторяюсь, вот эта вот система не помогла мне решить проблему, то что мне энергии не хватает. Пока я все-таки остановился на том, что я буду этим пользоваться реактором и начал более углубленно искать способы добычи этой энергии. И я все-таки наткнулся на такой интересный мод, как механизм и то, что в нем есть термоядерный реактор. Я решил то, что его нужно построить в любом случае и начал непосредственно распахивать этот мод. Но прежде чем его распахивать, я решил сделать вот здесь вот такую систему. Эта система, чисто вот это все у нас запитана для того, чтобы утетверять ресурсы. Есть возможность утетерять, но это дополнительное звено, дополнительный стоп в нашей системе. И по времени это не окупается. А вот эта система мне позволяет получать один слиток какого-либо материала в секунду. И это самая максимальная схема, которую мне удалось забить. Самое главное здесь было вот эти вот два термических блока, которые из воды мне вырабатывают материал, который непосредственно нужен для последующей обработки, как топливо для этого термоядерного реактора. И вот этот термоядерный реактор, получается, и способен мне передавать вот эту всю возможную энергию, энергию, которая им не нужна. И как показывает практика, на самом деле вот этого реактора мне хватает даже сполна. Он мне подпитывает вот эту полностью автоматизированную систему. Вот эту всю систему, когда она полностью даже работает. И это более чем достаточно. Прежде чем построить вот это все, непосредственно нужно был HDPE-пластик. То есть этот материал, который нужен был. И самый простой его способ, это получение из биотфуэла, который получается из неких органических вещей. И некоторые органические вещи, непосредственно сам тростник. И то есть вот здесь у нас появилась полностью автоматизированная ферма по добыче непосредственно HDPE-пластика. То есть он меня вырабатывает здесь в полностью пассивном режиме. И здесь меня не беспокоит. Просто непосредственно такая вот часть, на которой хотелось бы остановиться. И когда уже было все готово, я сделал термоядерный реактор. То есть нет проблем с энергией. Я сделал буфер для нашей термоядерной реакции. То есть гигантскую батарейку, которой у меня сейчас в принципе хватает. Я сделал учетверение ресурсов, чтобы каждый выкупанный ресурс отдавал максимум своей полезности. Я сделал производство HDPE-пластика. Осталась проблема с модом по вах. Вы не представляете, как много я намучился с ним. А именно проблема была, по большей части, вот в этой вот энергетической орбе. Я очень много, я буквально несколько часов, наверное, часов шесть. Я, возможно, я слишком тупой. Но я часов шесть пытался автоматизировать весь этот процесс. И я остановился на вот такой вот до ужаса простой схеме. То есть есть тут таймер, который работает каждые 120 секунд. И есть хопперы. Хоппер я загружаю в те вещи, которые необходимо мне запихнуть сюда. И через каждые 120 секунд он не запитывается непосредственно в орб. И, как правило, показывает, а эти 120 секунд хватает, чтобы этот орб обогатил все необходимые в нем вещи. И выплюнул ее непосредственно в нашу сеть. И вот эта вот до ужаса простая схема облегчила мне все. То есть у меня была готова буквально полуавтоматизация вот этих всех микросхем. По большей части мне нужно было автоматизировать эти Blazing Crystal, потому что их нужно было какое-то гигантское количество. И вот плавно, за несколько минут, я вам объяснил три часа моей геймплея. Без всяких нудных крафтов, без нужного просто затупливания мыслительных процессов и прочего. И да, вы сейчас видели, как у меня сменился день. И я думаю, что вы можете мне простить такую маленькую вещь, как я просто поставил два командных блока, которые работают через какое-то определенное количество времени. Потому что вот эти суки не хотят работать нормально и адекватно, когда нету солнца. Это раз. А во-вторых, когда ты стоишь в ФК, то твой мир может просто пойти по пизде, как у меня было с прошлым и миром, из-за чего я потерял кучу времени. Поэтому такую вот маленькую поблажку я позволил себе считерить. Ну и так, вернемся к схеме. Когда у меня уже было все готово абсолютно, все автокрафты уже запущены, я столкнулся с такой проблемой. Потому что я, вот, все, у меня готово вот это вот, все, автокрафт полностью соло-панелей у меня готово. То есть мне осталось 63 штуки, потому что одна у меня якобы есть. И вот что у меня остается. И мне остается тупо грин. Окей, энергетическую сталь, сколько тут, 2000 ресурсов, окей. Как-то можно нафармить, это не так сложно, тем более она очень легко кратится. Глоустоун, бог с ним, его просто нужно добыть в аду, 2000, много, но реализуемо. У АСМИ, 8000, много, опять-таки, но реализуемо. Но вот эти 40 тысяч песка я заебался просто. Копать у меня две пустыни уже закончились. И искать третью у меня нету сил. Лет, окей, 6000, я молчу вообще. И подумайте на секундочку, 110 тысяч железа. У меня лично нет желания тратить столько времени. Я вот эти вот 5000, 6000, не представляете, как долго я времени афокашил. То есть я заходил, копал шахтером, приходил, запихивал сюда полностью сундук с железом и ждал, когда он переработается. И это за все время накопалось только у меня 5000 на секундочку. И сколько я еще должен накопить? 110 на секундочку тысяч, да? Чтобы произвести эту панель. Единственное, что у меня осталось, наверное, из такого глобального и не сделанного, это, наверное, убить визор-босса, визор-скелета, который бы мог вызвать у меня некоторые трудности и проблемы, допустим, в выдаче этих визор-голов. Но на самом деле это вообще вот пустяки по сравнению с тем объемом, который мне предстоит в остальных аспектах, например, с тем же железом. Ну и делая выводы и основываясь на том, что было уже сказано, мне для достижения финальной солнечной панели, то есть для достижения вот этого, просто не хватает времени. То есть мне нужно сейчас, по моим подсчетам, примерно тупо стоять на месте и ждать 40 часов реального времени. И за это время я не знаю, чем себя занять. И ускорить это я вообще никак не могу. Если я собираюсь построить ту же самую схему еще раз, то мой компьютер просто пошлет меня нахер. И, возможно, дело не в компьютере, потому что у меня сейчас он, в принципе, не нагружается, а дело в самом Майнкрафте, потому что Ява, на которую он написан, просто не подразумевала того, что, возможно, какой-нибудь Мамору, который будет просто насиловать ее вот этими всеми механизмами. Можем видеть сейчас, как она безбожно лагает, и я не знаю, в какой момент может вылезти эта зловещая ошибка, как waiting for server, и все, мир буквально ложится. Лично у меня сейчас нет полностью возможности и желания тратить свое время на то, чтобы просто ждать тупо здесь. Ресурсы все достать, это вообще не проблема. Достать вот эти вот все оставшиеся части вообще не проблема. Вопрос только лишь во времени. И сейчас я просто хочу скрафтить по одной штуке каждой панели, чтобы просто закрыть себе эти ачивочки, и чтобы они у меня якобы были выполнены. Та-дам, да, у меня замечательно все ачивочки выполнились. И последнюю солнечную канель, которую я могу скрафтить, это вот эта вот у нас резонантная солнечная панель, которая сейчас, возможно, будет очень долго крафтиться. Ага. И вот все. Все, я беру и выполняю за нее ачивочку. Замечательно. Все, у нас все выполнены ачивки, кроме вот этих вот двух. На эти две ачивки я повторяюсь, нужно просто банально больше времени. И я не вижу смысла тратить время и силы на это в этом сезоне. И считаю то, что можно считать этот сезон в меру завершенном, потому что я сделал все, что было в этой сборке. Я сделал все, что она меня просила. И все, что она сейчас от меня просит, это тупо мое свободное личное время, которое я выделить к ней, к сожалению, не готов. Но если я увижу вашу отдачу под этим видеороликом и вижу то, что все мои старания были не напрасны, то я с превеликим удовольствием потрачу все свое свободное время только лишь для того, чтобы достигнуть все этих двух финальных солнечных панелей, в которых смысла нет вообще никакого, потому что на самом деле вот этот термоядерный реактор вырабатывает больше, чем 400 кило РФ за тик, который мне, в принципе, даже девать сейчас некуда. Ну и на этом, наверное, моменте я буду потихонечку прощаться. Те, кто хотел узнать все подробности каждой из механизмов, то я с удовольствием сейчас расскажу. Именно остаток серии будет посвящен этому. Ну а всем, кто досмотрел до этого момента, спасибо вам большое за просмотр. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся. Ну а теперь перейдем непосредственно к самому моменту и к самому непосредственно вот этому учетверяющему руду механизму. На самом деле вот на него было потрачено больше всего количества времени. На самом деле, как я и говорил, было потрачено больше не на его создание, а на его максимальное ускорение. Чтобы его ускорить, у меня построены здесь вот две такие вот Thermal Evarition Block. То есть два вот этих вот башни, именно вот такого размера, вы можете сами посчитать под блоком. И их здесь нужно два, чтобы они вырабатывали необходимое количество пара. И можно видеть то, что вот эти вот термальные бочки наши вырабатывают максимальное количество брайна, которые они только могут выдать. И они вырабатывают его со скоростью примерно 120-140 мб тиг. И этого более чем достаточно на наш механизм. И еще учитывая тот факт, что некоторая часть брайна у нас идет на переработку в третий для нашего реактора. На подпитку вот этих двух панелей и вот этой вот гидролизной нашей станции стоит тут 8 помп из механизма вот такой вот системы. То есть банальные трубы и трубы для воды. И в каждой у нас помпе стоит по 5 спид-апгрейдов. Большее количество в них пихать нельзя, потому что они по какой-то причине начинают сходить с ума и выкачивают меньше, чем могли бы выкачать за то же время. Дальше вот эта вот вода у нас дальше идет непосредственно в наш гидролизный механизм. В наших сепараторах у нас стоит по 5 этих спид-апгрейдов. Это нужно для того, чтобы получать большее количество кислорода. Потому что вот этот вот чамбер на высоких оборотах требует просто его какое-то громаднейшее количество. Весь у нас кислород из них поступает непосредственно в наш базик танк. И все они примерно одинаковые. Тут 3 штуки стоит и они все ускорены на 5. Водород же, который вырабатывает всего один сепаратор, вполне хватает на наш химический инфьюзер. Химический инфьюзер наш у меня получилось увеличить лишь на 3, потому что больше нет необходимости. Ведь этого гидрогена вполне хватает. А сепаратор, который перерабатывает вот этот брайн в непосредственно наш необходимый чакойл, или как его правильно называть. И всего нужно было увеличить на 3 единицы, чтобы вырабатывать опять-таки необходимое количество. Все это вот нужно для того, чтобы необходимое количество гидрогена содержать в нашем инжекторе. В этом инжекторе у нас находятся сейчас 3 ускорителя. Нельзя запихать в инжектор, к сожалению, большее количество ускорителей. Если бы можно было, то было бы замечательно. Но при этом он потребляет какое-то невиебически большое количество гидрогена при этом, которое оказывается нерациональным, и вследствие чего вся эта система просто идет по пизде. В принципе, как это было ожидаемо. Следующий путь обработки, вот это вот шардики, которые здесь образуются, идут у нас непосредственно в наш чембер. Чембер питается тем самым кислородом, которого нам тоже нужно очень большое количество. И опять-таки, он у нас улучшен до 8. Дальше у нас тут обычно идет крашер и энергетический плавитель. Они оба улучшены до максимального уровня, то есть тут стоит 8 обрейдов в каждом. И благодаря этому получается получать максимальный прирост по производительности. Я думаю, не нужно объяснять, как именно я запитал реактор, то что он у меня работает буквально на воздухе. Это все можно найти в гайдах, и я думаю, не стоит объяснять, как это в принципе можно сделать. Тем более, что это очень даже просто. Но на самом деле, вам стоит помнить то, что если вам все-таки нужно объяснение, как это все работает, то вы можете написать комментарий, и видео выйдет в скором времени. Ну, в принципе, здесь, я думаю, все уже объяснил, что вам возможно было. Про систему HDPE пластика я не вижу смысла рассказывать. Это банальная система. Как ее сделать, можно найти кучу гайдов на YouTube. Если нету гайдов на YouTube, то всегда можно загуглить. Банально все крафты в игре видны. И опять-таки, если нужен подробный обзор, я всегда могу его предоставить, как вот эта именно система работает. Но держу в курсе, что я здесь ничего не ускорял. Здесь работает все в штатном режиме, потому что даже вот этого количества пластика за глаза мне хватает. А биотопливо берется, опять-таки, из этой фермы. Подробно на всех автокрафтах я останавливаться ни в коем случае не буду, потому что это гигантское просто количество времени. И чтобы объяснять, что, где, как работает, для этого нужно просто банально углубиться в сам мод Refenage Storage и разобраться, как работает банально вот два блока, которые мне приходилось пользоваться. Это сам крафтер, импортер, и в некоторых случаях экспортер, но это только с нашими инфьюзерами. А в остальном система, в принципе, автоматического крафта панелей до ужаса простая. В этой системе, то есть вот здесь вот я абсолютно ничего не менял, за исключением того, что осимовый компрессор я поставил у нас на поток и сказал ему, что вот этот Refined Glowstone у нас крафтывается в огромных количествах, потому что он на самом деле и нужен у нас в огромных количествах для непосредственно финального тира этих солнечных панелей. В остальном здесь я, наверное, ничего и не менял, за исключением того, что Inrichment Chamber я подключил к нашей системе для того, чтобы по-быстрому здесь перегонять Ляпис и Родстоун Руду, потому что вручную это делать просто гигантская трата времени лишнего и быстрее это сделать просто через машину. Последнее, на чем бы я хотел остановиться, последнее, что я не рассказал, это вот эта вот наша система с ядром. Я до сего момента вообще не знал, что она есть в механизме, что она умеет так работать. Я благодарю ночному механизму, что в нем есть такая штука и она очень может облегчить разные жизненные необходимости. И мне получилось совместить тут и вот эту станцию по заряду, получилось создать буфер и все это очень замечательно и великолепно. Я думаю, не нужно объяснять, как именно работает, то есть для объяснения просто нужно залить внутрь и знать, как работает мод механизм. Ну и в принципе, я даже останавливаюсь подробно на каждом механизме, потратил не так много времени на все эти объяснения. Я надеюсь, я помог вам сэкономить время, потратив свое и объяснив, как я это сделал и научившись моим опытом, вы не будете совершать те же ошибки, как и я, потому что, как именно проходить эту сборку, я предоставил вам все на блюдечке и все уже готовое вам предоставил. А если среди моих зрителей есть самые умные ребятки, то вы можете, возможно, улучшить, и я вам скажу большое спасибо, что выставили меня идиотом и за то, что рассказали, как лучше сделать, а я этого не додумался сам. Но на самом деле, вот этой сборкой, как бы она меня сильно не бусила, как бы она меня не выморажила, я очень сильно ей благодарен. Она в большой мере помогла мне познакомиться с модом механизмом. Раньше я очень сильно любил этот мод, вот прямо сильно любил, честно из-за карьера его и из-за атомного разрушителя. Но сейчас, из-за того, что тут открыл для себя кучу нового, я полюбил его еще сильнее, и я могу теперь с уверенностью сказать, что это мой любимый мод. Остановиться на всех подробно процессах, на всех тонкостях, деталях я не буду в этом видео, как минимум. Скорее всего, именно запилю отдельный летсплей гайд по этому моду, для того, чтобы показать, насколько он замечательный, насколько он разнообразный, и если я смогу привить любовь хотя бы к одному человеку, то я сделаю как минимум это не напрасно. И я хочу сказать спасибо этой сборке за такой прекрасный опыт, и за то, что она подарила мне все эти эмоции, от же погорения до удивления, например, то, что термоядерный реактор на самом деле очень легко строится, и для его подпитки нужен всего Дейтерий и Тритий, что выглядит очень даже смешно на самом деле. Но вот эта анимация с четырехмерным кубом достойна отдельной премии. Ну и пожалуй, все. Я сказал все, что хотел, я выразил гигантскую благодарность этой сборке, и мне, пожалуй, даже говорить нечем. Я, наверное, прощаюсь с этим миром, но я повторяюсь, я готов сразу сюда вернуться и все-таки добить эту ачивку. Если я увижу, то что все это делаю не напрасно, если есть люди, которые действительно хотят, чтобы у меня немножечко погонела жопа, и чтобы я выполнил эту финальную ачивку просто чисто для галочки, потому что на самом деле она бесполезна. Ну и на этой торжественной ноте я снова с вами прощаюсь, я хочу выразить гигантскую благодарность всем тем, кто досмотрел до конца, кому я все-таки не безразличен, и всем спасибо, всем удачи, и всем пока. Будьте счастливы, и помните, никогда не мучайте кротов, они вам за это спасибо не скажут. Ну и я поздравляю тебя человек с этим именем, именно ты попадаешь у нас на доску почета, и по сложившейся традиции ты у нас теперь будешь навечно увековечен в видео. Ну и подводя итоги этого ЛСПлея, нельзя было не сказать о такой замечательной традиции, которая возникла у меня на канале, именно благодаря этому сезону, а именно заносить людей, которые оставляют каким-либо образом комментарий на нашу доску почета, и за все время выхода серии этого ЛСПлея на доску почета попали именно вот эти вот люди, и они навечно останутся в этой мире, запечатлены и навеки останутся здесь. Я выражаю этим людям огромнейшую благодарность, и не способен я передать словами, насколько мне важно то, что мое творчество кому-то приносит радость и пользу, и все эти теплые слова, которые пишете вы мне в комментарии, порой мне кажется, что я их банально недостоин, и мне хочется поблагодарить всех и каждого, и всех каждого обнять за то, что у меня такие все лапочки. Всех люблю, всех целую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok